КРАС-63-22 ФИОНА с колесной формулой 6х6, подходит для выполнения боевых задач как в городских условиях, так и условиях полного бездорожья. Автомобиль полностью бронирован, он спроектирован для защиты пассажиров от баллистических угроз с любого угла. Имеет дизельный двигатель мощностью 330 л.с. Ежедневные демонстрационные заезды по полигону выставки показали зрителям все достоинства и возможности этого бронеавтомобиля вездехода. И неудивительно, что прямо с выставки отправился к зарубежному покупателю и в Украину не вернулся. Боевая машина БМ-21 Ом на шасси КРАС-5401 предназначена для уничтожения живой силы и боевой техники противника, артиллерийских и минометных батарей, разрушения укреплений, опорных пунктов и узлов сопротивления противника. Ракетный комплекс РК-360МЦ «Нептун». Берегового противокорабельного комплекса на базе шасси четырехосного автомобиля КРАС-7634 колесной формулой 8х8. На данном шасси установлен пусковой контейнер ТПК-360 с четырьмя противокорабельными ракетами Р-360. КРАС-КУГУАР – это полноприводный бронированный автомобиль с независимой подвеской и колесной формулой 4х4. Машина построена на шасси Тойоты Лэнд Крузер, оснащается четырехлитровым турбодизелем мощностью 240 л.с. или 4,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 218 л. Коробка переключения передач механическая пятиступенчатая. Подвеска бронеавтомобиля рессорная с гидравлическими амортизаторами. Есть система блокировки колес для повышения проходимости машины. На «Кагуар» устанавливаются колеса, которые имеют специальную вставку, позволяющую двигаться при повреждении шины еще 50 км. Кроме мощной «ходовой», большое внимание конструкторы уделили безопасности военнослужащих. Так, корпус бронеавтомобиля имеет класс защиты BR-6, эффективно защищает личный состав от пуль стрелкового оружия калибра 7,62 мм. Броневое остекление автомобиля обеспечивает защиту аналогично основном защиты корпуса. Деформирующее окрашивание обеспечивает снижение заметности и уменьшение дальности обнаружения машины. Экипаж, состоящий из двух человек, плюс шесть человек десанта, удобно расположен внутри корпуса машины в специальных ковшеобразных подвесных креслах, исключающие получение компрессионного перелома позвоночника при взрыве мин в случае наезда на них. Дно бронеавтомобилю выполнено в V-образной форме, обеспечивает защиту от взрыва двух мин типа ДМ-51.